Мармагомедович Муртазалиев, вице-президент Федерации Борьбы. Вы отвечаете за женскую борьбу, а вопрос хотел задать по пляжной борьбе. Так как вы родом из Дагестана, там роскошные пляжи на Каспии. Мне кажется, это очень такая тема близкая дагестанцам и народам, которые вокруг Каспии живут. Да, спасибо за вопрос. Я курирую еще дагестанскую вольную борьбу. Мужскую. Поэтому достаточно глубоко знаю все процессы, которые там происходят. Конечно, вот этот новый вид спорта относительно для всех, для нас пляжная борьба. Вообще пляжные виды, они сейчас активно по разным дисциплинам развиваются. Для Дагестана, мне кажется, это вообще находка, потому что те, кто не может попадать в залы, те могут свободно бороться. И при том, что именно на Каспии, вот в районе Махачкалы, там Дагестанский берег, он очень именно замечательен тем, что там вот такой золотой песок. Мелкий, значит, очень подходящий именно для занятий борьбой. Вот. Поэтому теплых дней много на юге. Вот. И сама природа как бы создала как будто специально, значит, этот замечательный берег, где ребята могут действительно пробовать себя в этом, значит, очень интересном и перспективном виде спорта, так как он динамично развивается, уже проводят чемпионаты. Вот. Я думаю, что многие ребята, те, которые, может быть, не очень получаются вольные в залах, на коврах, они могут именно на песке бороться и здесь найти, так сказать, какой-то свой путь на пьедестал. А вообще понравилась сама борьба на песке? Вот. Я тоже непосредственно вот воочию увидел здесь, первый раз мы проводим. Ну, интересно, интересно, очень динамично, правила чуть другие. Вот. И сама как бы обстановка другая. Вот. Когда ты смотришь на песке, сразу ассоциации чуть другие. Вот. Море, какая-то легкость, динамика. Вот. И мне кажется, это нашим ребятам и девчонкам понравится и есть реальная перспектива, так как именно борьба в России один из ведущих видов спорта и это новое направление. Я думаю, и федерация, значит, будет активно развивать, поддерживать и создавать инфраструктуру. Думаю, что, ну, такое, скажем, уже, может быть, холодное время, зимний период, например, в Дагестане, спокойно можно в залах сделать, значит, вот все необходимое, вот, чтобы создать условия для борьбы, вот, и в других регионах. Поэтому, если будут разыгрывать медали, значит, чемпионатов мира, олимпийских федерсов, мы обязательно должны участвовать и побеждать. Скажите, пожалуйста, как встретили в Дагестане возвращение из Нарофоминска? Восемь медалей золотых из десяти. Возможно, по-моему, это, ну, крутейший результат. Это замечательный результат, это вообще рекордный, я должен сказать, результат за все время существования вольной борьбы в Советском Союзе и в Российской Федерации. В десяти весах восемь золотых медалей, при том, что есть еще там, по-моему, пять серебряных и шесть бронзовых, всего девятнадцать медалей. То есть, такого результата не было очень давно и вообще не было. Поэтому, конечно, все ликовали дагестанцы и очень ждали возвращения этой чемпионской команды в республику. Встречало там тысячи людей в аэропорту, вот, и устроили целые овации. И, значит, я созванивался с новым руководителем республики, с Меликовым, значит, Сергеем Алимовичем. И он лично устроил прием, такой дворец дружбы есть в Махачкале. Туда пригласил всех, всю эту команду вместе с тренерами. И чествование было, значит, замечательное. Мы с Михаилом Горазовичем тоже много слов сказали, так сказать, по телефону, правда. Вот, и поддержали вот такое, может быть, продолжение тех традиций, которые всегда приняты в Дагестане, чтобы новый руководитель, значит, поддерживал вот такие, значит, победные шествия борцов. И они, мы сказали, что их будет много, вот, пожалуйста, их всегда приглашают. Это ваша опора в Дагестане, мощная, сильная, 80 тысяч человек сегодня, молодых людей, занимаются борьбой. Конечно, это будущее Дагестана, это такая молодая, мощная опора и для руководителей республики. Вот, очень много видных борцов во главе с Адулаевым, всемирно известным, много тренеров замечательных. Поэтому, я думаю, что эти традиции, они продолжатся. Вот, и мы высказали пожелание, чтобы руководители республики и дальше продолжали награждать и, значит, мотивировать. И призы у нас всегда было принято, чтобы и, значит, квартиры дарили, машины дарили, там, еще какие-то вещи. Поэтому это очень важно, поддерживая борцов, они в основном из не очень состоятельных семей, они нуждаются в этой поддержке. Вот, я сам уже много-много лет поддерживаю их материально и выплачиваю там зарплаты и так далее, призовые. Поэтому эта сторона тоже очень важна и мне очень приятно, что, значит, новый исполняющий обязанности, главы республики, вот, как бы, увидел в этом, значит, то, что хороший пример, как бы, и для остальной молодежи республики. Вот, и надеюсь, что будет и дальше поддерживать. Продолжение следует... Продолжение следует...